Какие же они вкусные, сочные! И на дереве их еще много, хватит наесться. Дерево это выросло само по себе из косточки, так же как абрикоса, она находится у меня чуть дальше, если посмотреть вот там, дает много плодов и теперь вот это чудо радует меня прекрасным и вкусным урожаем. Ой, гремит, хоть бы дождь пошел. Достала! Вкусная, мягкая, прямо так и просится в рот. Из косточек вполне реально вырастают плодоносящие деревья, но я получила комментарий, найду, покажу. А вы что скажете, растут у вас деревья плодоносящие и выросшие случайно из косточек. И вот показываю видео, ссылочка будет в описании. Абрикосовое дерево, выросшее из косточки. Само видео сможете посмотреть, а я остановлюсь на интересных комментариях. Очень интересный и полезный комментарий. Прочитаете и получите дельный совет. Я зачитывать не буду. И второй комментарий. Вот он, Виктор пишет. Из косточковых не все дички вырастают. Вишни и черешни, да, дички в основном. У абрикоса сохраняются родительские свойства и нечему здесь удивляться. Ну, я была удивлена, если честно. А у семечковых яблони и груши почти 100% дички вырастают. Я вам хочу показать вот это деревце. Я стараюсь сделать ему округлую форму, не давать ему расти вверх. Это груша. Выросла она тоже случайно из семечки. Пока плодов я не видела. Но посмотрим через несколько лет. Пока этому саженцу, по-моему, два года. Но показываю еще один саженец. Вот это черешня. В этом году уже три черешни я съела с этого дерева. Так что не всегда 100%. И показываю еще деревце. Это шелковица и тоже сама сейка. Я тоже стараюсь его обрезать, не давать сильно расти. Но у меня уже есть результат по шелковице. Плоды точно есть. И вот это дерево шелковицы, я его все время обрезаю, обрезаю. Оно все растет и растет вверх. Оно тоже выросло самостоятельно из косточек. И плоды в этом году были. Из косточки выросло и вот это деревце. Это миндаль. Про это у меня есть сюжет. Мое дерево персик уже опустела, собрала все фрукты, съела и сварила вкусный джем. Но про это в другом видео.